Минувшая неделя началась с премьеры обновленной Лады Весты, возвращением к прибыли АвтоВАЗа, фактическим анонсам новых Рено Логана и Сандера в этом году. Расширен выбор модификаций у корейских Genesis'ов G80 и GV80. В Калининграде началась сборка кроссоверов Kia Sportage, а российский офис Skoda готовится к началу продаж модернизированного Carroco. Под конец семидневки мы узнали, что московский завод Рено встал на две недели. На паузе все три ВАЗовских конвейера в Тольятти. Nokia рассчитывает сократить производство шин в Ленинградской области. Поставщики запчастей подняли оптовые цены на 10-15%. Однако об уходе с рынка никакие производители не сообщали, а паузы в отгрузках машин от импортеров дилерам логично объясняются резкими колебаниями валютных курсов. Вполне логично, когда производитель устраивает многосерийную премьеру действительно новой машины. Дескать, пускай публика сначала посмакует нюансы дизайна, затем обсудит особенности техники, а в финале оценит журналистские опусы по итогам тестов. Тем удивительнее, что АвтоВАЗ, презентуя слегка обновленную Весту, тоже решил воспользоваться такой схемой. Во время церемонии запуска производства публике показали только внешность. А вот новый интерьер оказался скрыт затонированными стеклами кросс-универсала. Итак, пузовное железо почти прежнее. Единственной новой деталью оказалась крышка багажника. Фары и фонари сменили начинку, став светодиодными. Хотя базовым версиям будут положены обычные галогенки. Из-за других бамперов чисто символически выросла длина машин. Кстати, кросс-версии седана и универсала наконец получили собственный вариант пластикового обвеса с крупными ячейками решетки радиатора. Выглядит все это неплохо, но на седьмом году производства Весты мы, честно говоря, ждали большего. И уж совсем забавно, что пресс-релиз Лады озаглавлен новое поколение флагмана. Впрочем, есть надежда, что салон удивит своим наполнением. Также вазовцы обещают более современную электронику, но подробности обещаны позднее, во второй серии автоновеллы. Группа Рено подвела итоги 2021 года. Компания заработала без малого миллиард евро, хотя годом ранее потеряли восемь. Но самое главное, в ближайшие месяцы французы обещают выкатить сразу семь новых моделей. Четыре уже представлены, а пятый станет европейский кроссовер Рено Аустрал, премьера которого назначена на 8 марта. Еще две новинки заявлены эксклюзивно для российского рынка. Каждый год мы выводим на рынок новые модели. Этот год не будет исключением. Мы готовим одну мировую премьеру, которую представим модел, которую представим на российском рынке. Но будет надо еще немножко подождать, чтобы рассказать более детально. Ян Птачек выдерживает интригу из последних сил. Ведь речь идет явно о Логане и Сандеро. Но главное сделано. Новинки официально подтверждены. Причем не будем исключать, что седан и хэтчбэк сменят название, дабы избавиться от имиджа бюджетных машин. Кстати, из отчета Рено мы вдобавок узнали, что АвтоВАЗ принес 166 миллионов евро чистой прибыли. Хотя двумя годами ранее автогигант заработал вдвое меньше. В карантинном 2020 предприятие вообще показало чистый убыток под 200 миллионов евро. Хороших финансовых показателей удалось добиться не только благодаря росту цен на новые автомобили. На руку компании также пошли отменные продажи более дорогой Весты, что пользовалось большим спросом, чем бюджетная гранта. На треть возросли капитальные затраты, что однозначно намекает на активную разработку новых моделей. На российском рынке стали доступны новые версии автомобилей Genesis 80-й серии, продажи которых начались год назад. Так, седан Genesis G80 прежде оснащался только бензиновыми моторами, а сейчас разжился 200-сильным турбодизелем. Такие машины имеют 8-ступенчатый автомат и полный привод. Для дизельного седана предлагаются те же комплектации, что для четырехцилиндровых бензиновых машин. Цены тоже одинаковы. От 4 миллионов 200 тысяч рублей. Добавим, что премиальный кореец набирает популярность. В прошлом году спрос на 80-ку вырос на 66%. Правда, в абсолютных показателях результаты довольно скромные. Своих владельцев нашли чуть более 600 автомобилей. У родственного кроссовера Genesis GV80 изменилось оснащение. Так, из гаммы исключена топовая версия Elite. Но обивка сидений кожей на аппа, доводчики дверей, адаптивные фары и продвинутый круиз-контроль стали достоянием более скромных версий. Также создан вариант Royal, где вместо трехместного дивана сзади стоит пара раздельных кресел. А для пассажиров установлены 9-дюймовые индивидуальные дисплеи. За 100 тысяч рублей доплаты можно заказать трехрядную компоновку. Добавим, что среди премиальных одноклассников капитанские сидения на втором ряду предлагает только Volvo XC90. Калининградский завод Автотор начал сборку кроссоверов Kia Sportage нового поколения. Степень локализации будет минимальной, так как проект подразумевает крупноузловую технологию производства. Это значит, что из Южной Кореи приходят комплектные кузова, силовые агрегаты, а также узлы шасси. Все это собирается воедино, после чего машины получают российский ВИН. Стартовая цена объявлена под занавес прошлого года. Напомним, за новый Sportage планируют просить минимум 2 миллиона 330 тысяч рублей. Впрочем, продажи должны начаться только во втором квартале, а значит, даже начальная цена может измениться. Все комплектации будут опубликованы ориентировочно в апреле. Добавим, что сборка Sportage на Автоторе будет длиться около года, а в 2023 году кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Tucson переедут на новый завод Hyundai. Это бывший конвейер GM, что расположен в Санкт-Петербурге. На российский рынок кроссовер Skoda Karoq вышел сравнительно недавно, но его мировая премьера состоялась 4 года назад. Поэтому прошлой осенью марка провела плановый рестайлинг бестселлера. В первую очередь обновление принесло Karoq другие фары, которые изменили свою форму. Оптика стала светодиодной, а за доплату будут доступны матричные фары. Задние фонари сделались более узкими и также заполучили светодиодную начинку. У дорогих версий даже появилась анимация. Габаритные огни включаются плавно, а поворотники анимированы бегущей строкой. Замыкают список внешних изменений новые бамперы, плюс решетка радиатора иной формы. В интерьер внедрены новые материалы, изменилась диодная подсветка, а электропривод можно заказать для обоих передних кресел, а не только водительского. В начале марта такие кроссоверы должны выйти на российский рынок. Во всяком случае машина прошла обязательную сертификацию, а значит до старта продаж осталось совсем немного времени. Согласно сертификационным документам, российский Karoq сохранит нынешнюю гамму силовых агрегатов. Базовым останется атмосферник 1.6, что полагается только переднеприводным машинам. Кроссоверы со 150-сильным турбомотором могут иметь передний привод с восьмиступенчатым автоматом или полноприводную трансмиссию с семиступенчатым роботом. Несмотря на сомнительное качество дорог и обилие камер, желающие покупать очень быстрые автомобили в России есть всегда. Именно таким клиентам адресованы седан и хэтчбэк Audi RS3 нового поколения, которые дебютировали прошлым летом. Коротко напомним, что RS-ки имеют пятицилиндровый турбомотор отдачей 400 сил, с которым идёт семиступенчатый преселектив. В полноприводной трансмиссии появились индивидуальные бортовые фрикционы вместо одной муфты. При разгоне до сотни новинка уверенно выезжает из 4 секунд, а максимальная скорость при заказе опционального пакета может достигать 290 км в час. Другие опции — адаптивная подвеска и керамические тормоза. Правда, даже безо всех этих дополнений, что седан, что хэтчбэк, стоят 5 миллионов 800 тысяч рублей. Поэтому привозить бодрые трёшки будут только по предварительно оплаченным заказам. Если Audi RS3 — это спорт высших достижений, то Hyundai Solaris Sportline даже не физкультурник, а любитель делать селфи перед зеркалом фитнес-клуба. Впрочем, у нас носить спортивные костюмы любят и в повседневной жизни. Поэтому Solaris приобрёл спойлер на крышке багажника, накладке на порогах, а в салоне разжился комбинированной обивкой сидений и кожаной отделкой дверей. В исполнении Sportline седаны оснащаются только мотором 1.6. Доплата за подобный декор — 32 или 55 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации. Между тем, корейская марка сейчас вовсю работает над новым поколением Solaris. В Китае, где модель именуется «Верный», смена генерации может состояться до конца этого года. А нам придётся подождать год или два. И в столь томительном ожидании виновата не только пресловутая локализация. Похоже, что строго для России готовится Solaris Universal. Во всяком случае, такие машины сейчас вовсю наматывают тестовые километры. Российский офис Mitsubishi подвёл итоги прошлого года и объявил о своих планах на год грядущий. Так, 21-й японцы закрыли с небольшим минусом в полтора процента. Бестселлер марки, кроссовер Outlander, начал свои позиции потихоньку сдавать. А вот пикап L200, напротив, неожиданно прибавил в продажу. Я думаю, это естественное развитие событий после вспышки коронавируса в 2020 году. В период локдауна спрос на автомобили снизился. Сейчас же продажи пошли вверх. Кроме того, L200 в прошлом году обновился. Он стал более привлекательным внешне, но при этом сохранил свою надёжность, проходимость и экономичность. Что же до 2022 года, то Mitsubishi планирует нарастить в России продажи на четверть, до 35 тысяч единиц. В этом им должно помочь лёгкое обновление модельной линейки. В частности, Pajero Sport и Outlander получат новую мультимедийную систему. Кроме того, уже весной в шоурумах дилеров появятся новые специальные исполнения Outlander. А вот новое, четвёртое поколение кроссовера мы раньше 2023 года не увидим. К освоению новой модели пока не готов Калужский завод. О переносе производства в Петербург на завод Ниссана речь тоже не идёт. Зато есть шанс, что вместе с традиционными бензиновыми версиями к нам привезут и гибридную. Хотя окончательное решение ещё не принято. Естественно, мы также несём ответственность за выброс вредных веществ в атмосферу. И нам хотелось бы, чтобы в России направление экологически чистых автомобилей постепенно развивалось. Мы со своей стороны к этому готовы, но вопрос о сроках пока остаётся открытым. Других новых моделей Митсубиши ждать в обозримом будущем не стоит. В том числе и семиместный минивэн Xpander, который японцы неоднократно обещали запустить в России. Xpander разрабатывался для стран Океании. И прежде чем запускать его в России, нам нужно убедиться в том, что такой автомобиль нужен нашим покупателям. Если будет запрос, то мы начнём переговоры с главным офисом. Покажется ли сообразность вывода этой модели под большим вопросом? В наступившем году Митсубиши продолжат ребрендинг своих дилерских центров. Ещё 15 автосалонов освежатся в соответствии с обновлёнными стандартами. Минский завод Белком Муннаж уже почти 30 лет занимается выпуском общественного электротранспорта. Однако теперь производитель троллейбусов и трамваев решил расширить гамму электрическим грузовиком. В конструкции модели Vitoft Electro Prime использовано множество элементов от пассажирских машин, включая инверторы, систему управления и даже аккумуляторы. Первый грузовик оснастили батареей ёмкостью чуть меньше 300 кВт-часов. Правда, чтобы добиться приемлемой себестоимости, создатели взяли недорогущие литиево-ионные АКБ, а более доступные железо-фосфатные. Поэтому пробег составляет лишь около 200 км, а время быстрой зарядки даже постоянным током через разъём CCS Combo 2 превышает полтора часа. В движение автомобиль приводит 180-киловаттный электромотор российского производства, от которого крутящий момент передаётся на ведущий мост китайского происхождения. Но до старта производства компонентная база может измениться. Что останется неизменным, так это лонжеронная рама собственного изготовления. При такой конструкции Vitoft может перевозить больше 7 тонн груза, а для его размещения предусмотрен вместительный кузов объёмом аж 44 кубических метра. При этом новинка получила крайне необычную каркасно-панельную кабину со спальником, в которой водитель сидит точно посередине. В ближайших планах Белка Мунмаша, который недавно сменил название на БКМ Холдинг, испытание и сертификация электрического грузовика. Его основным покупателем должны стать ритейлеры, которым нужны экологичные машины для городских перевозок. Продолжение следует...